Олимпийские игры не перестают быть самым ярким событием в мире спорта. Россияне по-прежнему с интересом болеют за нашу сборную, которая в этом году выступала в рекордно малом количестве видов спорта. Но за соревнованиями, в которых наши ребята участвовали, вся страна и видновчане в том числе следили внимательно. Я смотрел в основном фигурное катание, тёрлинг смотрел, хоккей. Мне хоккей нравится. И фигурное катание. Они выступили отлично. Мы рады за них. Фигурное катание на первом месте. Биатлон любим всё. Смотрели всё. Ну и вчера сборная хоккея порадовала. Просто супер. Молодцы. Победа сборной России по хоккею вызвала у видновчан такую же бурю эмоций, как у остальных жителей нашей страны. Красная машина, так из-за алого цвета формы прозвали сборную, на последних минутах забила решающий гол противнику немецкой команде. Молодцы наши ребята. Молодцы. Просто от души я их поздравляю. Чтобы выиграли золотую медаль. Назло всем. Очень рады, конечно, за золото в хоккее. И олимпийские чемпионки наши, которые рекорд установили в фигурном катании. В общем, Россия – страна наша, держава. Только вперёд, вперёд, вперёд. Надеемся, будет ещё лучше. Всего две золотые медали в хоккее и фигурном катании, а также запрет на выступление под флагом своей страны России многих разочаровало. Некоторых видновчан эти факты оскорбили, и Олимпиаду 2018 года они проигнорировали. Это вообще плевок в лицо был, участвовать в этой Олимпиаде. Ободрали нас, и всё. Я не смотрела. Мне не нравится очень политизированная подача информации. Зато жители города до сих пор вспоминают Сочинскую Олимпиаду 2014 года. Конечно, Сочинская Олимпиада намного ярче была, запомнился. Может быть, просто и не смотрела, особо не было каких-то интересных моментов. Но в целом впечатления о зимней Олимпиаде 2018 у людей положительные. Об этом свидетельствуют в том числе и сотни комментариев от пользователей в социальных сетях. Юлия Погосян, Владимир Бежонок, Ольга Садовская, Видное ТВ.